Здравствуйте! Телевидение Электрогорска начинает свое вещание. Основные новости к этому часу вам представлю я, Анна Вязгина, сегодня в выпуске. Чемпионат мира по футболу завершен. Итоги выездной пресс-конференции Татьяны Витушевой. Электрогорск в числе лучших муниципалитетов. Большую дорогу маленьким туристам. Поход прошел в детском саду «Колокольчик». Актуальные меры социальной поддержки. Отчетный концерт вокального ансамбля «Родная песня». Итоги еженедельного оперативного совещания. Чемпионат мира по футболу завершился. 15 июля в финальном матче встречались сборные Франции и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Лужники» в Москве и завершилась победой французской команды со счетом 4-2. Сборная Франции стала двукратным чемпионом мира. В первый раз команда выиграла турнир в 1998 году. Весь мир уже начинает говорить о следующем мундиале, который пройдет в ноябре-декабре 2022 года в Катаре. Катар завоевал право на проведение чемпионата в тот же день, что и Россия на чемпионат 2018 – 2 декабря 2010 года. Давно и достаточно плодотворно идет сотрудничество Госадмотехноотзора со средствами массовой информации Подмосковья. Итог – ощутимая и всеми отмеченная чистота на улицах городов региона. И Электрогорска особенно. Чтобы работа и дальше шла плодотворно, начальник инспекции Татьяна Витушева в очередной раз собрала журналистов восточного направления на пресс-конференцию. Приглашение получили и мы. Об основных темах в репортаже Татьяны Шивалиной и Егора Горбунова. 13 июля в Куровском прошла выездная пресс-конференция начальника Госадмотехноотзора Московской области Татьяны Витушевой. Место выбрано не случайно. В этом городском поселении на улице Кирова установлена новая детская площадка по программе губернатора Андрея Воробьева, которая реализуется в Подмосковье последние пять лет. Эта площадка, часть его великой, я бы так сказала, программы, которая так и называется детские площадки нашему Подмосковью. 550 за пять лет подобных площадок было уже сделано у нас в регионе. И более 4600 площадок по всем муниципальным программам во всех наших муниципалитетах Подмосковья. Вы знаете, эта цифра огромная, вы только вдумайтесь в эти цифры. Нет ни одного субъекта Российской Федерации, который мог похвастаться таким объемом работ детской гробовой инфраструктуры. Поэтому спасибо нашему губернатору за его огромный труд и за его такие прекрасные подарки нашим жителям. Почему? Потому что он всегда говорил и говорит о том, что наши дети, дети Подмосковья, это главные жители Подмосковья, и о них он заботится больше всего. А вот заботиться о контроле за порядком на площадке – как раз задача Госадмтехнадзора. Антитравматическое покрытие, отдельные зоны для малышей и взрослых детей, спортивные уголки, освещение, песочницы, ограждения – необходимо беречь, соблюдать правила использования, не нарушать норм безопасности. Это и стало ведущей темой пресс-конференции, прошедшей в зале ДК Куровского «Летний надзор на востоке Подмосковья». Основные задачи летнего периода – обеспечить безопасность жителей и гостей нашего края в это время. Ликвидировать свалки и навалы мусора, сделать комфортными и доступными общественные пространства. Такая цель была поставлена в конце прошлого года нашим президентом Владимиром Владимировичем Путином. Он прямо четко говорил, основная задача – создать условия для системного повышения качества и комфортно городской среды на всей территории России. Подобную позицию поддерживается и нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробью. Одна из самых актуальных задач, говорил он не так давно, – это обеспечить чистоту, ликвидировать все свалки, навалы мусора, не допустить образования их вновь, а также благоустроить наш регион. Первым делом решается проблема свалок в регионе. Для этого создан целый штаб, работающий в сотрудничестве с муниципальными и правовыми службами – полицией, дорожниками и СМИ. Проводятся операции засада. В летнее время работу активизировали в связи с тем, что дачники выбрасывают мусор в неположенных местах. Немалый вклад в общее количество свалок внесли и присутствующие здесь муниципалитеты восточного сектора области. Касаемо Востока, больше всего навалов мусора по результатам первого этапа штаба было выявлено в Раменском муниципальном районе 60, в Шатуре 42, в Ликино-Дулево 39, в Павловском посаде 37. Всего же по Московской области по результатам первого этапа у нас выявлено и ликвидировано порядка на сегодняшний день 800 свалок и навалов мусора. Это большая очень цифра. Из восточного сектора наиболее активно ликвидируются свалки, и это подтверждается инспекторами. Орехово-Зуево ликвидировано 70%, Егоревск устремлено 65 навалов мусора, Электрогорск убрали 80% всех выявленных навалов, оперативно ликвидируются навалов мусора Черноголовки. Особую роль в этом направлении Татьяна Витушева отводит главам муниципалитетов, потому что именно они обязаны организовать работу соответствующих служб. Отлажена схема их регулирования и контроля, вплоть до того, что создан чат, где зарегистрированы все ответственные лица муниципалитетов и мусоровывозящие компании, и проблема нехватки техники, мест на полигоне и прочее решаются онлайн. Постоянно проверяется заключение садовыми товариществами договоров на вывоз мусора. В присутствующих муниципалитетах работа с СНТ проводится более активно у нас в Орехово-Зуево, в Жуковском, Раменском, Электрогорске и Черноголовке. Я хочу сказать, что низкий темп у нас перезаключения договоров в Рошале, в Павловском посаде, в Воскресенском муниципальном районе. Обустройство мест массового отдыха, парков, скверов, установка детских площадок, названное прорывной, идут в Подмосковье большими темпами. Они стали наилучшими практиками в России и отмечены на федеральном уровне. В 2015 году в Подмосковье было оборудовано порядка 16 новых общественных пространств. В 2016 году 32 общественные пространства, в 2017 – 134 общественных пространства. В 2018 год идет работа по созданию еще 64 новых общественных пространств 28 муниципальных образований. В эти новые общественные пространства войдут 23 сквера, 6 набережных, 4 площади, 6 зон отдыха, 25 пешеходных зон. Журналистов и общественников больше всего волновали вопросы мусорных навалов, загрязнения окружающей среды, рек и лесов, открытия мест отдыха, ведь, например, в Куровском даже нет городского парка. У нас парки есть, благоустраиваются дворы и установлено много детских площадок. Муниципалитет делает все, чтобы горожанам было где гулять и отдыхать. Наша основная проблема – культура, поведение некоторых людей, недобросовестных пользователей местами общественного отдыха. Именно на работе с жителями и был основан наш вопрос начальнику Госантехнадзора. У нас очень много построенных площадок, реконструированы парки. Сейчас, в данный момент, благоустраивается территория городского стадиона, тоже место историческое. Это город. Да, приезжайте, посмотрите, что получится. Мы на колесе Юры планируем открытие. Все, что нужно со своей стороны управления города делать, вы тоже, но есть человеческий фактор. И вот интересно, как вы проводите работу с людьми. Может быть, какие-то собрания, может быть, какие-то, я не знаю, медиа возможности. Что именно с людьми какие проводятся работы? Спасибо большое. Электрогорскому традиционно входит в топ-тройку лучших в своей категории. Это небольшие муниципалитеты без поселений внутри своей территории. Он высоко держит планку чистоты, порядка, благоустроенности, что зимой, что летом. И тут я с вами совершенно согласна. Очень важно людей вовлекать. Вот эта сопричастность к общему делу, наверное, это номер один. Одно дело, ты поговорил с ним о хорошем или о плохом, а другое дело, ты вовлек. Когда он сам понимает многие вещи, любой житель, он совсем по-иному на многие вещи смотрит. Поэтому экологическая культура в направлении работы Госэмтехнадзора у наших жителей, она здорово выросла. Это уже совсем другие жители, которые были пять лет назад. Это не те жители, которые все отрицают и говорят, что все плохо. Совсем не то. Понимаете, это умные, это грамотные, это открытые к диалогу. И самое главное, это начинающие верить в власти наши жители. И на самом деле я им за это очень благодарна. Что ж, может быть в этом простом и душевном ответе и открывается возможность быть услышанными в призыве соблюдать порядок в наших парках, скверах, прибрежной зоне озера Стахановское, на детских площадках, привлечь к этому самих жителей. Вашему вниманию актуальная информация по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям, семьям, имеющим детей инвалидов и ветеранам Великой Отечественной войны. Отдел окружного управления социальной защиты населения Московской области напоминает о мерах социальной поддержки, которые предоставляются многодетным семьям. Министер социальной развития Московской области, окружное управление социальной защиты населения хочет напомнить многодетным родителям о том, что они имеют право на меру социальной поддержки для подготовки детей к школе. Размер выплаты составляет 3000 рублей на каждого ребенка, который является учащимся общеобразовательной организации или только идет в первый класс. Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, имеющие в своем составе трех или более детей, не достигших возраста 18 лет, включая усыновленных, принятых под опеку, переданных на воспитание в приемную семью. Для того, чтобы ее получить, нужно обратиться в Управление социальной защиты населения, предоставить документы удостоверения многодетной семьи, паспорт, выписку из домовой книги. И специалистами будет назначена мера социальной поддержки на подготовку детей к школе. 3000 рублей на каждого ребенка. Также социальная помощь будет оказана семьям, имеющих детей инвалидов. Также в данный момент времени мы прорабатываем новые меры социальной поддержки. Это касается родителей детей инвалида. Также на приобретение питания и на подготовку детей к школе будет выплачено меры социальной поддержки 13 020 рублей всем детишкам, которые учатся в образовательных учреждениях государственных либо муниципальных, чей доход не превышает полотнократной величины прожиточного минимума. Это мера социальной поддержки новая. В данный момент времени готовится документация, и мы будем готовы осуществить эту меру социальной поддержки на лицевые счета. С 25 мая 2018 года вступили в силу изменения в закон о вопросах организации социального обслуживания в Московской области, согласно которому обслуживание на дому предоставляется абсолютно бесплатно участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, лицам, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узником фашизма, супругам погибших, умерших инвалидов и участников войны, не вступившим в повторный брак. Бесплатное социальное обслуживание на дому предоставляется указанным категориям, вне зависимости от их статуса и дохода. Для того, чтобы обратиться к социальным обслуживаниям, нужно прийти в комплексный центр, подать заявление, и специалисты подготовят программу индивидуального обслуживания, и социальный работник будет оказывать ту или иную помощь ветерану. Но обслуживание будет производиться бесплатно. Ребята из детского сада «Колокольчик» отправились в необычное путешествие, в поход. К этому событию они приготовились заранее. Дружные, организованные, смелые туристы преодолели много препятствий, прежде чем попасть на волшебную поляну, где они встретились с лесовиком. Подробности в следующем сюжете. Как много неизведанных тропинок, где никогда еще не шагали их ножки. В один из солнечных летних дней ребята отправились в поход по территории детского сада. Маленькие туристы приготовили рюкзаки, ведь чтобы исследовать лес, понадобится не только наблюдательность и отличная физическая форма, но еще компас, карта и вода. Ну вот, необходимые для путешествия вещи собраны, можно выдвигаться в путь. Гуляя по лесным тропам, ребята узнавали много нового. Например, о том, где живут муравьи, и почему нельзя разрушать муравейники. Это лесные жители, ребята, и разорять муравейник нельзя. Будем беречь муравейники? Да. И сохранять. Следующий посмотрим. Ребята узнали очень много о живой природе, о гнездах лесных птиц, о том, какие бывают грибы и ягоды, и как нужно относиться к природе. Определяли, какая сегодня погода, направление ветра, шли по карте и компасу. Что нам компас показывает? Куда нужно идти? Юг, север. Части света, да? Куда же мы пойдем? А вот впереди полоса препятствий в виде скал и непроходимого болота. Здесь нужно как следует потрудиться, не задеть камни и очень внимательно прыгать с кувшинки на кувшинку, чтобы не упасть в воду. При этом не забывать о друге и помогать ему. Чем тебе не будет вот такой шириной? Впереди нам все срывно. Чем тебе не будет вот такой шириной? Добравшись до поляны, устроили привал. И тут ребят ждала встреча с лесовиком. С ним изучили главные правила поведения в лесу, какие вещи необходимы в походе, как правильно развести и потушить костер, а также пели песни и отдыхали. Я узнал, что нельзя муравейник ломать, и узнал, что цветочки нельзя рвать. А еще я узнал, что грибы нельзя топтать и рвать. Ну, плохие грибы. Нельзя бросать мусор в лес, нельзя мусорить, еще нельзя рвать цветы. Не понравилось, что мы не вали грибы, не топтали, не обижали, не вали цветы. И еще мы забыли, как там дальше. Поход закончился привалом в туристической палатке. Пора достать запасы печенья и сока. Путешествие подошло к концу. Уставшие и очень довольные ребята вернулись в детский сад, и сразу все уснули крепким сном настоящего туриста. В минувшую пятницу состоялся отчетный концерт вокального ансамбля «Родная песня» под руководством Александра Хомякова. Участники музыкального коллектива подготовили для всех гостей вокальные номера любимых песен с танцевальным сопровождением. Желаем родной песне вдохновения, плодотворной деятельности и поздравляем с творческими успехами. Спасибо вам за ваши голоса, песни и неунывающее настроение. Много замечаний у главы города вызвала работа коммунальных служб по ликвидации смета на дорогах. Как решались эти и другие проблемы в начале недели, смотрите в репортаже с оперативного совещания в администрации. А я прощаюсь с вами. Смотрите наши новости на канале в Ютубе, Вконтакте и на официальном сайте. В студии была Анна Вязгина. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова